Всех участников университетского лицея приветствую. Я заведующая кафедрой биологии Ивановского государственного университета Борисова Елена Анатольевна, доктор биологических наук. И сегодня у нас с вами по плану рассмотреть такой сложный вопрос, как фотосинтез. Это вопрос сложный и во многих вопросах, которые вам будут предоставлены в ЕГЭ, есть вопросы на процесс фотосинтеза. И в ответах, где просто один правильный ответ вы должны дать, и на постановку последовательности, и даже в фотосинтез включены некоторые задачи. Поэтому действительно тема очень важная. И будьте внимательны, основные моменты, наверное, стоит вам записать. Самое главное понять, что же такое фотосинтез, и как этот сложный процесс понять и, соответственно, правильно отвечать на вопросы. Итак, что же такое фотосинтез? Фотосинтез – это сложный, многоэтапный, кислительно-восстановительный процесс синтеза органических соединений из воды и углекислого газа за счет энергии света. То, что этот процесс сложный, я думаю, вы все знаете. То, что он многоэтапный, это тоже понятно. Но не все понимают, что он окислительно-восстановительный. Во всех фазах имеются реакции окислительные и, соответственно, восстановительные. То есть какие-то вещества окисляются, какие-то восстанавливаются. То есть этот процесс как раз представляет собой комплекс окислительно-восстановительных реакций. Ну и самое главное, почему углеводы получили свое название углеводами? Потому что они синтезируются из воды и углекислого газа. Соответственно, все это происходит за счет энергии света. Отсюда и, соответственно, приставка фото. Это говорит о том, что синтез происходит за счет энергии света. В более широком смысле фотосинтез – это процесс трансформации энергии света в энергию химических связей. Ну и, соответственно, в результате этого процесса углекислый газ восстанавливается до углеводов. Ну и естественно, что этот процесс воздушного питания растений интересовал ученых еще начиная с 18-19 века. И здесь на этом слайде вы видите и портрет, и бюст, и основной труд французского ученого Жанна Батиста Бусынго, который является основателем вообще такой науки, как физиология растения. Он очень много сделал, компилировал все данные, которые были получены до него. И большой внес вклад в изучение фотосинтеза. В частности, вот это уравнение, которое содержится во всех школьных учебниках и сейчас не потеряло своей актуальности, он вывел в 1840 году. То есть, одна молекула глюкозы С6H12O6, она образуется из шести молекул углекислого газа, шести молекул воды. И как побочный продукт в результате синтеза одной молекулы глюкозы выделяется шесть молекул кислорода. Конечно, этот процесс очень сложный и очень важный. Поэтому значение фотосинтеза, конечно, огромное. Но прежде всего вы должны знать, что это единственный на нашей планете процесс, который позволяет использовать энергию Солнца. Солнце – это звезда, совершенно не имеющая отношения, так скажем, к нашей планете. А вот фотосинтезирующие организмы, они аккумулируют энергию этой звезды, передают ее другим организмам в виде органических веществ. То есть фотосинтез, он выполняет космическую роль. То есть он использует энергию звезды Солнца. Ну, конечно, энергия Солнца, она и нагревает нашу планету, и дает освещение. Но вот именно то, чтобы часть энергии, которая попадает на нашу планету, использовалась и использовалась в виде именно органических соединений, это происходит благодаря фотосинтезирующим организмам. И, конечно, благодаря фотосинтезу создается биомасса. Смотрите, какие цифры характеризуют биосинтез биомассы. Ученые подсчитали, что ежегодно в процессе потосинтеза образуется 8,8 на 10,1 степени тонн органического вещества. Причем основную массу образует фитопланктон. Это именно водоросли мирового океана. На их долю приходится 5,5 на 10,1 степени тонн. То есть значительно больше, чем половина. На тропические леса приходится 2,2 на 10,1 степени тонн. Почему тропические леса называют не только легкими нашей планеты, но именно они основные продуценты органического вещества среди всех наземных экосистем. Почему и остро стоит вопрос об охране именно тропических лесов. Ну и соответственно все другие наземные экосистемы, это наши леса, умеренного климата, например, степи, луга, болота. На их долю приходится меньше чем 1,1 на 10,1 степени органического вещества. Но они также участвуют, конечно, в биосинтезе органического вещества. Кроме того, в процессе фотосинтеза поддерживается постоянный газовый состав атмосферы нашей планеты. Вы все хорошо знаете, что в результате фотосинтеза кислород выделяется, а углекислый газ поглощается. И поэтому благодаря функционированию фотосинтезирующих организмов устраняется возможность накопления углекислоты в атмосфере. Кроме того, фотосинтез участвует в таких биосферных процессах, как круговорот углерода, кислорода и воды. И вот в вопросах по экологии, глобальной экологии, конечно, всегда, когда рассматривается круговорот либо воды, либо кислорода, либо углерода, всегда центральное место в этих процессах круговорота принадлежит фотосинтезирующим организмам. Ну и, конечно, очень важное значение в эволюции живого на нашей планете сыграло образование озонового экрана. Надо сказать, что до фотосинтезирующих организмов в атмосфере Земли не было кислорода. И только благодаря тому, что первые фотосинтезирующие организмы стали выделять его в атмосферу, образовался озоновый экран. То есть на высоте 25 километров кислород превращается в свой изотоп-озон. И вот озоновый экран, который сформировался, он защищает все живое и, прежде всего, наземных организмов от энергоемких ультрафиолетовых лучей. До озонового экрана жизнь на суше нашей планеты была невозможна. Любой организм, который попадал на сушу, он сразу погибал от губительного действия энергоемких ультрафиолетовых лучей. Сейчас озоновый экран есть, и вы знаете, что не все так хорошо, что есть дыры в озоновом экране, через которые проникают губительный ультрафиолетовый свет. Но в целом, конечно, благодаря формированию этого экрана, стало возможным выходом растений и животных на сушу и развития наземных растений и животных. Ну и, конечно, не надо забывать о том, что энергии фотосинбазона тратятся и самим растениям. Прежде всего, на восстановление нитратов и нитритов, на то, что вода превращается из жидкого состояния в газообразное, вы знаете, что для растений постоянно свойственен процесс транспирации, то есть выделение воды в виде пара. Вы знаете, что, например, чтобы превратить воду из жидкого в газообразное состояние, например, мы кипятим чайник, да, ставим воду на огонь и при температуре 100 градусов вода превращается в пар. В растении, конечно, не создаются такие высокие температуры, но вот благодаря энергии фотосинтеза жидкая вода, которая поглощается растением, она в межусточном пространстве, в межклетниках листа, превращается из воды в газ и выделяется в газообразном состоянии из растения. Поэтому, вот, чтобы превратить воду из жидкости в пар, в газообразном состоянии тоже тратится энергия фотосинтеза. Ну и, конечно, активный транспорт, который постоянно протекает и требует энергии, на эти процессы также потратится энергия, которая поглощается растением. Где протекает процесс фотосинтеза? Ну, конечно, основным фотосинтезирующим органом являются листья. Ну, кроме того, конечно, молодые побеги, почки, бутоны, незрелые плоды, они, естественно, участвуют в процессе фотосинтеза. И даже корни у некоторых растений, например, у пифитных орхидей, они нуждаются в свете, так как у них есть клетки, которые содержатся в холоропласты и участвуют в фотосинтезе. Почему и некоторые пифитные орхидеи сажают в такие прозрачные горшки, для того, чтобы их корни могли поглощать свет. Ну, естественно, что клетка с холоропластами, если вот посмотреть, что именно не все клетки, даже листа, например, жилки, это проводящие системы, механические ткани, то есть не все части листа, побега и зеленых плодов участвуют в фотосинтезе, только клетки, в которых содержатся пластиды хлоропласты. Холоропласты – это двухмембранные органоиды, которые сложно организованы, особенно их внутренняя мембрана. И вот, соответственно, в этих органоидах и осуществляется процесс фотосинтеза. И световые реакции, которые происходят на гранах, и, соответственно, в струне протекают темновые реакции. Кроме растений, конечно, фотосинтезом обладают и многие бактерии, то есть проклеотические организмы. И бактерии делятся на две большие группы. Это оксигенные бактерии, которые также как растения в процессе фотосинтеза выделяют кислород. Почему они выделяют кислород? Потому что тонером водорода является вода. Поэтому кислород, как побочный продукт, у них выделяется в атмосферу. К ним относятся цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Их сейчас насчитывается более 300 видов. И эти оксигенные бактерии тоже играют большую роль в первичном биосинтезе, то есть создании биомассы. А вот аноксигенные бактерии, у них фотосинтез не сопровождается выделением кислорода. Почему? Потому что донором здесь водорода является молекулярный водород. И кислород не выделяется. И таких аноксигенных бактерий тоже много. Это зеленые, пурпурные, серные бактерии. Серные бактерии делятся на пурпурные, несерные, пурпурные, серные. Гелиобактерии тоже сейчас слабо изученная пока группа бактерий. Но в отличие от растений, фотосинтезирующие бактерии имеют не хлоропласты, а телокоиды. И вот в телокоидах у них свободно лежат пигменты. То есть нет специализированных органоидов, в которых вы содержали из пигмента. А в целом, конечно, продуктивность фотосинтезирующих бактерий она велика. И фотосинтезирующие бактерии, фотосинтезирующие растения, конечно, осуществляют фотосинтез благодаря пигментам. Пигменты – это вещества, которые избирательно поглощают свет. И, соответственно, их цвет определяется теми лучами, которые они либо отражают, либо пропускают. То есть хлорофилл зеленый в силу того, что лучи зеленого спектра либо отражаются, либо проходят через этот пигмент, а поглощают он все остальные спектры видимого света. Вот эта избирательность поглощения была доказана Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, который разложил свет на монохроматические спектры и доказал, что максимальный фотосинтез проходит именно в сине-фиолетовом и красном спектре. И пигменты способны обладать такими оптическими свойствами из-за того, что у них особое строение молекул. То есть имеются в структуре молекул сопряженные или конъюгированные связи. То есть это чередование простых и одинарных или простых и двойных связей приводит к тому, что пиэлектронные облака перекрываются и электроны очень легко возбуждаются, приводя всю молекулу в возбужденное состояние. Пигменты, которые участвуют в процессе фотосинтеза, они неоднородны. И здесь вот на хроматограмме видно, что если сделать вытяжку пигментов зеленого листа, она будет зеленой. Но если сделать разложение ее на фракции, например, с помощью простой бумажной хроматографии, то можно увидеть несколько линий. И четко обычно выделяются линии хлорофила В и хлорофила А и каротиноидов, это ксантофила и каротина. То есть не только зеленые, но и желтые пигменты, они также важны и участвуют в процессе фотосинтеза. В целом выяснено, что в процессе фотосинтеза принимают участие три типа пигментных систем. Основные это, конечно, холорофилы, это пигменты зеленого цвета. Большое значение имеют каротиноиды, это пигменты желтого и оранжевого цвета. Хлорофилы и каротиноиды, они характерны для всех высших растений. Что касается тикобелинов, это особые пигменты, которые принимают участие в фотосинтезе. И они характерны только для водорослей. Это синие и красные пигменты. Они очень важны для глубоководных водорослей, так как через толщу воды проходят другие спектры, чем на поверхность. И для того, чтобы адаптировать свой фотосинтезирующий парад, в процессе эволюции выработались такие пигменты, синие и красные фикобелина, которые способны углавливать рассеянный свет, который проходит через толщу воды. Ну и сейчас мы очень кратко остановимся с вами на пигментах. И начнем, конечно, с хлорофилов. Это зеленых пигментов, которые занимают центральную роль в процессах фотосинтеза. Еще Чарльз Дарвин писал о том, что хлорофилл – это, пожалуй, самое интересное из всех органических веществ. И на самом деле это удивительное вещество и по своей структуре, и по своим свойствам. И действительно, ни одно из органических веществ не подвергалось таким многочисленным физико-химическим исследованиям, как хлорофилл. То есть хлорофилл исследовали и сейчас исследуют не только биологи, химики, физики, но и ученые смежных специальностей. Потому что он очень важен, чтобы понять не только биологические закономерности, но и физические, и химические. Благодаря работам химиков было установлено, что формула его была расшифрована и структурная. А в 60-х годах стал возможен уже искусственный синтез. То есть хлорофиллы могут химическое промышленность синтезировать. Выяснено, что известно сейчас около 10 видов различных хлорофиллов. И у высших растений имеются только два вида. Это хлорофилл А и хлорофилл Б. А у водорослей, конечно, состав пигментов значительно богаче. Кроме хлорофилла А и Б у них имеются хлорофиллы С и Д. Имеются у бактерий бактерии хлорофиллы. И у бактерий но основные, конечно, это хлорофилл А и Б, поскольку именно все высшие растения ими обладают. Эти два вида хлорофиллов отличаются по цвету. Хлорофилл А имеет синий-зеленый оттенок, а хлорофилл Б желтый-зеленый оттенок. Почему? Потому что, посмотрите на формулы хлорофилла А и хлорофилла Б, то хлорофилл А, он более восстановленный, а хлорофилл Б более окисленный. То есть количество углерода у них одинаковое, количество водорода, посмотрите, у хлорофилла А 72, то есть более восстановленный, хлорофилл Б 70. Соответственно, количество молекул кислорода тоже у них разное. В молекуле хлорофилла А 5 атомов, кислорода в молекуле хлорофилла Б 6. Ну, а соответственно, азот и магний у них в одинаковом количестве. То есть в целом хлорофилл Б более окисленный. Поэтому он такого желто-зеленого цвета. В целом, большинство растений хлорофилла А в везде примерно в 3 раза больше по сравнению с хлорофиллом Б. Но бывают индивидуальные особенности и у некоторых, например, свето-любивых растений, наоборот, хлорофилла Б больше. Структурная формула хлорофилла А Смотрите, как выглядит молекула хлорофилла А. То есть она как бы состоит из двух частей. Это из головки и длинного хвоста. Если мы посмотрим на такую структурную форму, то вы четко видите, что полярная головка она состоит из четырех пирольных колец, а вот длинный фитольный хвост, он как раз обладает такими неполярными свойствами. Его еще называют липидным якорем. Он присоединяется, посмотрите, к четвертому пирольному кольцу и пополняет такие гидрофобные функции. А вот головка в целом паярная и состоит она из четырех пирольных колец, которые вы видите здесь пронимированы. Первое, второе, третье, четвертое. пирольные кольца соединены друг с другом вот как раз с опряженными или конъюгированными связями. Смотрите, вот это двойная связь, это одинарная, двойная, одинарная, двойная, простая и так далее. То есть постоянно имеется чередование простых и двойных связей, что приводит к тому, что молекула очень легко возбуждается. Кроме того, пирольные кольца они связаны друг с другом через атом магния. Посмотрите, атом магния занимает центральное положение и атом магния всегда имеет валентность 2, а колец 4. Поэтому смотрите, в одну долю секунд он может взаимодействовать с первым и третьим спирольными кольцами, а со вторым и четвертым в другую секунду. То есть вот эти связи атома магния с спирольными кольцами, они не постоянны, они чередуются во времени. Поэтому это приводит к тому, что пиэлектронные облака этих связей тоже постоянно перекрываются и второй уровень возбуждения молекул спирофила как раз связан с тем, что атом магния попеременно связан с пирольными кольцами. Кроме четырех пирольных колец, вы, наверное, обратили внимание на пятое циклопентановое кольцо, которое соединено с третьим пирольным кольцом. Вот это циклопентановое кольцо очень важно в связи с тем, что имеется кетогруппа СО. Видите, здесь вот кетогруппа, которая в целом придает головке полярность. Атом магния придает оголовке вот такую структуру, так как все четыре пирольных кольца они связаны еще и внутренними связями. А вот как раз к третьему пирольному кольцу в молекуле хлорофилла А присоединена метильная группа, а в молекуле хлорофилла Б почему он более окисленный? Вместо вот этой группы CH3 CHO, то есть альдегидная группа. Поэтому хлорофилла Б более окисленный, всегда более яркий. Еще раз повторяю, что головка стоящая из четырех пирольных колец обладает полярными свойствами, а соответственно длинный фитольный хвост, который присоединяется к четвертому пирольному кольцу, наоборот липидными, то есть он имеет сразство с липидными, то есть с неполярными различными веществами и его называют еще липидным якорем. Что касается физических свойств, хлорофиллы это вещества, которые избирательно поглощают солнечный свет и они поглощают еще раз повторяю все спектры кроме зеленого, но максимум поглощения у них только красным и сине-фиолетовым. Вы видите вот четкие максимумы и у хлорофилла и у бактерий хлорофиллов максимумы всегда в длина спектробы это красная часть спектр видите вот эти максимумы и соответственно в сине-зеленом. кроме того хлорофиллы это вещества которые обладают способностью к флюоресценции и фосфоресценции. А флюоресценция это свечение которое возбуждается поглощенными квантами света и испускается длина волны более длина волнового спектра то есть часть энергии которая поглощает молекулы хлорофилла они всегда высвечиваются и так как максимум в красном спектре то флюоресценция хлорофилла в темно-красной или в малиновой части спектра поэтому очень концентрированные растворы хлорофилла они имеют не такой зеленый изумрудно-зеленый цвет а красный цвет поскольку молекулы всегда высвечивают энергию в темно-красном или малиновом спектре но кроме того хлорофилл обладает способностью к фосфорисценции к длительному свечению и фосфорисценция осуществляется в инфракрасном спектре но вы знаете что глаз человека не может воспринимать инфракрасные лучи только приборы показывают о том что хлорофиллы высвечивают энергию и именно в инфракрасном спектре а вот в животном мире есть очень много животных которые воспринимают инфракрасные лучи и это им служит хорошим ориентиром например все ночные насекомые очень хорошо ориентируются ни одна ночная бабочка ни какой-то ночной жук никогда не заденет никакое растение поскольку от зеленых лести всегда идет испускание инфракрасных лучей и они их воспринимают то же самое например и у летучих мышей они великолепно ориентируются поймать их очень сложно они никогда тоже не натыкаются ни на одну веточку поскольку у них глаз сформирован таким образом что они воспринимают инфракрасные лучи и каждый лист для них имеет определенную окраску то есть они очень хорошо ориентируются из-за того что молекулы хаврофилы действительно способны к фосфолисценции химические свойства хлорофилов они проявляют себя как полярные и неполярные соединения потому что их молекула головка имеет срасток полярным соединениям а фитон их в гост неполярным они растворяются и в полярных и неполярных растворителях и в спиртах и в эфирах и даже в воде хлорофилы взаимодействуют с щелочами и соответственно очень легко вытесняется магний из молекулы хлорофилы образуя фефетин бурого цвета потому что магний непрочно связан с пирольными кольцами поэтому при взаимодействии с кислотами он быстро выделяется в результате меняется цвет то есть магний именно магний определяет зеленый цвет пигмента и его оптические свойства очень кратко рассмотрим с вами большую группу картиноидов и если хлорофилов известно в настоящее время около 10 видов то посмотрите какое большое количество картиноидов сейчас известно их известно более 500 это пигменты желтого оранжевого цвета они имеют эльфатическое строение все являются производными изопрена картиноиды содержатся у всех растений у многих микроорганизмов у животных сейчас они активно изучаются потому что им приписывают очень много свойств которые они оказывают во многих процессах они участвуют они локализованы в хлоропластах и хромопластах ну и помимо многочисленных функций которые они выполняют они конечно играют большую роль в фотосинтезе строение молекулы было установлено в 20-30 годах примерно в то же время как было расшифровано формула хлорофила и несколько раньше с 50-х годов прошлого века стал возможен их искусственный синтез вот посмотрите что из себя представляют ксантофилы например литлина вилоксантин и конечно такие формулы запоминать вам совершенно не нужно но обратите внимание здесь также как и в молекулы хлорофила имеются сопряженные или конвигированные связи вот эти 8 изопленовых остатков которые характерны для многих каротиноидов они также имеют вот такие чередующиеся связи то есть видите простые и двойные связи четко чередуются это приводит к тому что электроны этих связей пи-облаков перекрываются и молекулы в целом очень легко переходят в возбужденное состояние естественно что все 500 каротиноидов они очень различны по форме и по своей структуре они могут быть бициклическими как здесь моноциклическими но в основном все они производные изопрены ну и соответственно особые фигменты это фикобелины это пигменты красные синие их растворы тоже способны к флуоресценции поэтому вот как раз растворы красных пигментов они просто имеют такой рубиновый оттенок синий сапфировый то есть это очень красивые пигменты они также способны к флуоресценции то есть высвечивают энергию и они содержатся и у цианобактерий и у некоторых водорослей в основном это фикоцианин и фикоритрин и конечно основная их функция это световая адаптация то есть они позволяют воспринимать лучи солнечного спектра которые достигают глубин мирового океана конечно вы понимаете что пигменты состав и структуры их известны и человек может их искусственно синтезировать но вот искусственно воссоздать процесс фотосинтеза даже в очень приблизительных моделей до сих пор пока не представляется возможным из-за чего потому что выяснилось что пигменты которые содержатся в растениях они очень сложно организованы то есть они образуют вот такие комплексы которые очень специфичны для каждого растения вы видите фотографии этих комплексов и вот из-за того что они не просто хаотично располагаются в хлоропластах а вот имеет строгую организацию позволяет тому что постоянно протекает и непрерывно протекают во времени все световые реакции то есть нам даже сложно представить что такое время 10 минус 10 10 минус 12 степени секунд мгновение которое человек очень сложно воспринимает это 10 минус 12 степени секунд а вот за эти 10 минус 12 степени секунд происходит передача энергии от одной молекулы к другой и вот эти молекулы пигментов образуют сложные комплексы они сформировались в процессе длительной эволюции и они работают очень слаженно благодаря чему энергия от одного пигмента переходит к другому третьему и так далее то есть есть пигменты которые собирают лучи определенной волны возбуждаются придают энергию другим пигментам и в центре стоит так называемая молекула ловушка молекула хлорофилла А который воспринимает энергию и соответственно именно этой молекуле принадлежит центральная роль преобразования этой световой энергии в энергию химических связей то есть фотосинтетический аппарат он как бы состоит из нескольких структурных подразделений это прежде всего светособирающие пигменты которые поглощают свет и передают вот как раз на реакционные центры и молекулы и молекулы ловушки соответственно вот в этих фотохимических реакционных центрах происходит трансформация энергии света в химическую энергию ну и соответственно третий компонент это фотохимические электронтранспортные системы которые как раз обеспечивают перенос электронов и протонов для того чтобы была синтезирована АТФ то есть это различные АТФазные комплексы потому что самое главное это синтезировать АТФ это универсальный источник энергии конечно процессы эти сложные тоже в школьную программу изучения и циклического транспорта электронов не входит но для того чтобы понять какие процессы все-таки связаны мы с вами очень кратко разберем вот на примере этой схемы вот эти пигменты которые находятся у растения они связаны с белками приносчиками и образуют фотосистемы коллекционные центры которые имеются в каждой из этих систем или молекулы ловушки они улавливают энергию от всех других пигментов и в результате электрон в этой молекуле теряет связь и соответственно выбивается то есть очень образно говоря свет выбивает электроны из молекулы хлорофилла в результате чего в молекуле хлорофилла образуется электронная дырка электрон покидая молекулы хлорофилла сразу приходит на белки переносчики и посмотрите они располагаются так чтобы каждый из последующих по своему значению кислительно-восстановительного потенциала был ниже то есть электрон он выбивается светом он имеет очень большую энергию которую постепенно поэтапно теряет вот смотрите электрон который был выбит из этой молекулы хлорофилла он перешел на молекулу хлорофилла другой фотосистемы но эта энергия которую электрон потерял она как раз и расходуется на то чтобы из АТФ было синтезировано АТФ то есть АДФ и неорганический фосфат это энергетический емкий процесс для того чтобы присоединить к АДФ неорганический фосфат и образовалась АТФ как раз нужна эта энергия и вот буквально на последних этапах транспорта электронов эта энергия выделяется и формируется АТФ и смотрите этот электрон который был выбит из этой молекулы хлорофилла он перешел на другую молекулу хлорофилла и остался очень сильным окислительным ему необходимо восстановить эту электронную дырку и этот сильный окислитель молекулы хлорофилла А лишенная электрона она буквально в смысле отнимает электроны от молекулы воды в результате происходит такой процесс как фатолиз электроны которые в результате фатолиза образуется восстанавливают электронную дырку этого электронного центра протоны необходимы для того чтобы синтезировать АТ и НАТ здесь формируется НАТ это тоже макроэргическое соединение которое очень важно в процессе фотосинтеза а кислород он не нужен и он выделяется как побочный продукт а вот здесь на слайде как раз и нарисован АТ фазный комплекс он имеет такую грибовидную структуру то есть имеется как бы ножка которая пронизывает мембрану ее два слоя и имеется шляпка и вот этот АТ и фазный комплекс имеет такую грибовидную структуру он есть и у высших растений у самых совершенных цветковых растений и у мхов и у вишаников и он есть и у фотосинтезирующих органов организм который имеет очень простое строение например у синих зеленых водорослей и цианобактерий то есть процесс эволюции вот сформировался он и структура его практически идентична благодаря наличию таких грибовидных структур и происходит биосинтез АТФ он происходит вот именно на этой шляпочной структуре когда к АДЭ присоединяется неорганический фосфат и образуется АТФ за счет энергии света за счет энергии того электрона который был выбит квантом света и затем потерял частично эту энергию когда транспортировался по системе белков переносчиков и в целом конечно вот здесь на схеме показана световая реакция фотосинтеза которая идет только тогда когда имеется солнечный свет даже очень низкие лучи солнечного спектра они приводят к тому что происходит поглощение квантов и идет процесс фотосинтеза то есть для того чтобы находились световые реакции фотосинтеза необходим свет и конечно центральное место занимает молекулы хлорофилла хлорофилл поглощает свет и благодаря тому что протекает транспорт электронов то соответственно в результате фотосинтеза воды образуются протоны образуются электроны и соответственно самое главное в световую фазу образуется восстановленный НАТ и АТФ вот эти вещества очень важны для темновой фазы то есть подытоживая относительно световой фазы запишите себе что в итоге световой фазы образуется универсальное макроэргическое соединение АТФ он образуется еще раз повторяю при транспорте электронов и протонов соответственно восстанавливается НАТФ это тоже очень важное макроэргическое соединение которое также нужно для темновых реакций а вот кислород он выделяется как побочный продукт то есть он не нужен в результате фотолиза нужны только электроны и протоны и полученные АТФ и НАТФ восстановленные используются уже в темновой реакции то есть световая реакция она подготавливает темновую то есть запасает энергию которая необходима для синтеза что касается темновой реакции фотосинтеза посмотрите вот на эту схему она следует за световой то есть световую реакцию синтезируется АТФ восстановленный НАТФ в результате фотолиза воды и транспорта электронов а вот основная сущность темновой фазы которая проходит уже во внутренней среде хлоропласта это как раз восстановление углекислого газа до углевода до глюкозы что из себя представляет эти темновые реакции и если световые реакции мы говорили происходит только на свету то темновые реакции идут и на свету и темноте то есть для них не важен присутствие или отсутствие света она просто называется темновая из-за того что не нужен свет а на самом деле и на свету днем у растений также идут реакции биосинтеза углеводов но источником биосинтеза обязательно должны быть вещества которые синтезированы световую фазу как же происходит восстановление углекислоты процесс биосинтеза углеводов из углекислого газа и воды был как раз расшифрован только в 20 столетии и были эти открытия сделаны благодаря тому что углерод который входит в молекулу СО2 метили тяжелыми то есть С14 то есть изотоп был другой и затем мы уже смотрели как вот этот тяжелый СО2 смеченным атомом углерода как он в каких кислотах в каких веществах он у растения присутствует эти опыты были сделаны различными учеными и вот уникальное открытие было сделано Мельвином Кальвином почему и путь фотосинтеза получил название цикла Кальвина или С3 пути фотосинтеза и вот цикл который открыл Мельвин Кальвин в С3 путь фотосинтеза он является универсальным по пути Кальвина или по пути С3 фотосинтеза восстановление углекислоты протекает у всех без исключения растений которые встречаются на нашей планете А вот С4 и КМ путь или кислотный метаболизм толстянка это дополнительные пути они у них протекает также цикл Кальвина или С3 путь но у них имеют еще и дополнительные пути усвоения углекислоты это путь С4 который был открыт хэтчем и слэком поэтому получил название цикла хэтчеслэка он существует где-то около тысячи растений они обладают большей высокой продуктивностью и вот у толстянковых у различных кактусов толстянок которые растут наоборот медленно почему у них такой медленный и особый метаболизм потому что устица у них в течение дня закрытый и углекислый газ недоступен то есть он не может поглощаться растением через устица но несмотря на это у них протекают процессы фотосинтеза особый кислотный метаболизм но он у них тоже как дополнительный как путь который позволяет им пережить вот такие экстремальные условия когда очень жарко то есть высокие температуры и не хватает воды вот так выглядит цикл кальвина это универсальный цикл биосинтеза молекулы глюкозы из углекислого газа и воды вы видите что действительно этот процесс очень сложный и многоэтапный идет через различные кислоты через те вещества которые образовались световую фазу видите здесь необходимы атеев восстановленный на многих этапах для того чтобы сформировалась молекула глюкозы и этот путь циклический то есть благодаря тому что он происходит циклично то есть всегда первичные доноры они опять позволяют акцептировать углекислоту и вот это то что он имеет цикличный характер он относится к саморегулируемым процессам в чем особенность этого цикла кальвина или ц3 пути фотосинтеза первичным акцептором которые именно присоединяют углекислоту является пентоза ее называют трибулеза дифосфат а первичным продуктом карбоксилирования является фосфоглицериновая кислота и вот фосфоглицериновая кислота как раз в своем составе содержит три атома углерода почему и цикл кальвина получил название ц3 пути фотосинтеза и вот общее суммарное уравнение цикла кальвина цикл кальвина должен пройти дважды для того чтобы сформировать одну молекулу глюкозы смотрите для того чтобы сформировалась образовалась одна молекула глюкозы нужно 6 молекул рибулеза дифосфата то есть этого первичного акцептора сразу должно присоединиться 6 молекул углекислоты вот необходимо 12 молекул восстановленного НАД который образовался световую фазу необходимо 18 молекул АТФ которые также образовались световую фазу ну и соответственно смотрите опять формируется 6 молекул атизовую рибулеза дифосфат то есть вот они с них начинается цикл кальвина и и не заканчивается еще раз говорит о том что процесс цикличный формируется одна молекула глюкозы формируется 6 молекул воды ну и соответственно выделяется 12 молекул окисленного НАД и соответственно 18 молекул АДФ и 18 остатков кислоты цикл хэтчеслэка он был открыт несколько позднее чем цикл кальвина в частности ученые хэтчеслэк они повторили опыты мельвина кальвина он работал на хлореи на водорослях и впервые расшифровал свой цикл а они решили повторить его опыты на сахарном тростнике и открыли о том что первичным акцептором углекислого газа является не риболезы не фосфат не пентоза а фосфофенолперуват то есть триоза это активная форма кислоты которая содержит три атома углерода а вот первичным продуктом является щавельево-уксусная кислота состав который содержится четыре атома углерода поэтому соответственно и цикл хэтчеслэка называют С4 путем фотосинтеза и открытие хэтчеслэка закрепилось и именно этот цикл называется по их фамилиям хотя вот посмотрите отдавая долг нашей отечественной физиологии растения мы не должны забывать что значительно раньше на 6 лет в 1960 году наш отечественный ученый Юрий Карпилов пришел к тем же выводам на примере кукурузы тогда в 60-е годы кукуруза исследовалась очень интенсивно ее всюду сажали считали царицей полей и вот физиолог наш тоже повторил опыты Мэльвина Калина на клетках кукурузы и соответственно пришел к тем же самым выводам что хэтчеслэк но несколько раньше на 6 лет но не смог опубликовать свои данные на английском языке поэтому его открытие долгое время оставалось как бы неизвестным мировой науке а вот хэтчеслэк они сразу опубликовали на английском языке свои результаты опытов и поэтому несмотря на то что приоритет остается за Карпилов цикл носит название хэтчеслэка вот как раз примеры с4 растений это растение только травянистые среди них нет деревьев это высокие травы такие как кукуруза если наши например травы мятлики например могут вырастать на 50 60 сантиметров то кукуруза может вырастать за 1 год до 4 метров то же самое и сахарный тростник посмотрите тоже очень высокое растение росички вот проса посмотрите какие высокие растения сахарная сорга то есть вот эти крупные злаки это растения которые за один сезон могут вырастать на несколько метров из-за чего потому что у них процесс усвоения углекислого газа более интенсивный у них процесс акробоксилирования происходит дважды и вот посмотрите в процессе эволюции у них выработался особая структура листа во-первых лист у них имеет очень много жилок жилки это проводящие пути по ним осуществляется отток углеводов и каждая жилка имеет вот такие очень крупные плотно расположенные клетки обкладки видите вот по цифре 5 как раз показаны клетки обкладки это в этих клетках происходит как раз цикл калий а во всех остальных клетках листа протекает c4 путь или цикл хэтча слэка поэтому у них одновременно идет и c3 и c4 путь фотосинтеза но как бы эти реакции они разопщены в пространстве то есть в одних клетках осуществляются одни реакции а в других клетках другие почему и растения c4 пути фотосинтеза обладают очень высокой продуктивностью а наоборот есть растения такие как шуккуленты кактусы молочаи толстянки у них соответственно химические реакции очень сходны с c4 путем то есть у них имеется тоже дополнительный путь именно они идут по молотному пути но реакции c3 и c4 у них разобщены во времени ночью когда устица открыты температура ночи всегда ниже воздух несколько влажнее поэтому ночью устицу этих растений открываются углекислый газ свободно через открытые поеву раскрытые устица попадает клеткам хлорофилоносной ткани и начинает проходить процесс хатча и слэка то есть путь c4 в результате чего ночью всегда клеточный сок закисляется почему и называется кислотный метаболизм потому что формируются кислоты вот этот углекислый газ он связывается кислотами и образуется щавель вукусная кислота и она накапливается а днем происходит декарбокселирование устицы закрываются а углекислый газ он отщепляется от кислот и идет уже к акцептору c3 пути то есть пентозе рибулеза дифосфат и соответственно днем когда устица закрыта протекает c3 путь фотосинтеза то есть вот этот универсальный цикл кальвина и так как реакции c3 и c4 пути разобщены во времени суккуленты обладают низкой биологической продуктивностью в отличие от c4 растений вот у c4 растений еще раз вам показываю они у них продуктивность очень высокая потому что карбокселирование и днем и ночь у них происходит дважды углекислого газа они поглощают больше и соответственно биомассу они формируют за один сезон очень большую а вот у кэм метаболитов или у толстянковых у них разобщены реакции днем и ночью поэтому они благ низкой биологической продуктивностью они медленно растут медленно накапливают биомассу и у них вот этот кислотный метаболизм c4 пуль возник как адаптация неблагоприятным условиям для того чтобы выжить в таких вот суровых условиях высоких температур и отсутствия влаги ну и к ним относятся вот такие растения как например кланхоя посмотрите у него даже есть их нет потому как очень суровые условия устицы погружены ткани и естественно углекислота поглощается через устицы только в ночные часы то же самое происходит у многих кактусов у них тоже видите отсутствуют листья и кутикула очень толстая устицы тоже погружены в ткань ну это тоже многочисленные кактусы которые еще и опушены для того чтобы энергоемкие лучи отражать именно белый цвет универсальный отражатель и здесь восковой налет белое пушение также способствует защищает растение от перегрева ну например такие растения как аизовые у них тоже очень плотная кутикула и у них имеется кислотный метаболизм для того чтобы выжить для того чтобы не погибнуть в таких суровых условиях даже фотосинтез идет темновые фазы при закрытых устицах если и ночью очень жарко то у них в течение нескольких суток могут устицы не открываться а фотосинтез все равно идет из-за того что происходит декорбокселирование органических кислот и углекислота которая щепляется от кислот она идет в цикл кальвина и органические вещества все равно образуются вот на этом мы закончим с вами рассмотрение всех вопросов связанных с фотосинтезом все ли вам понятно или возникли ли у вас какие вопросы можно написать вопросы в чате вопросов нет спасибо все понятно вам может быть что-то пояснить вам что-то осталось непонятным мы можем сейчас вернуться к любой схеме еще раз посмотреть конечно у вас осталось очень мало всего только три человека но вы сейчас имеете возможность еще раз все спросить уточнить потому что по вопросам ЕГЭ очень часто встречаются даже несмотря на то что вы в школе не проходите вот растения и С3 и С4 встречаются вопросы в ЕГЭ относительно и особенностей особенно когда связано с экологией различных растений какие есть приспособления у листьев почему например жилок очень много в листе некоторых тропических злаков то есть такие вопросы встречаются ну и конечно вот по самому механизму и темновых реакций и световых реакций тоже встречаются вопросы часто очень задают вопрос на свету или в темноте протекают реакции темновой фазы фотосинтеза здесь вы должны обязательно отвечать что темновая фаза она протекает как на свету так и в темноте и темновая фаза вот ее реакция темновой фазы если мы обратимся в световой фазе ограничивающий фактор экологический это свет если есть даже очень слабый свет даже доказали о том что свет от свечи то есть очень небольшой или даже лунный свет когда луна светит очень ярко то некоторые растения способны улавливать энергию этого света и использовать ее то есть самый ограничивающий фактор это свет а вот для темновых реакций ограничивающий фактор это температура то есть все реакции которые включают восстановление углекислого газа до глюкозы они идут только при положительной температуре потому что это комплекс биохимических реакций и здесь ограничивающим фактором является наличие углекислоты в атмосфере и соответственно положительной температуры потому что при отрицательных температурах во-первых неактивны очень многие ферменты и для того чтобы нормально шли реакции восстановления углекислоты все вот эти циклы кальвина циклы хэчислека все они конечно требуют положительной температуры и наличия углекислого газа конечно здесь важна и водная среда потому что вода здесь и непосредственно принимает участие посмотрите вот вода непосредственно принимает участие в некоторых реакциях кроме того вода является средой для протекания многих реакций то есть все они идут в водной среде поэтому наличие воды тоже очень важно вот для того чтобы проходили темновые реакции кроме того отмечу что все они ферментативные то есть они идут только благодаря тому что их катализируют ферменты и вот основным ферментом который содержится в строме хлоропласта как раз является рибулеза дифосфат карбоксилаза этот фермент находится в строме хлоропласта и относится к самым распространенным белкам нашей планеты потому что наша планета зеленая все растения имеют пластиды в клетках и вот в каждой из пластид в строме находится вот этот белок рибулеза дифосфат карбоксилаза который позволяет вот катализировать эту реакцию присоединения СО2 и первичный акцептор рибулеза дифосфат и вот рибулеза дифосфат карбоксилаза это вот очень важный белок который выполняет ферментативную функцию он катализирует первичные реакции присоединения СО2 поэтому его всегда много генетическая информация о биосинтезе этого фермента заложена именно в ДНК хлоропласта знаете что хлоропласты это сложные эргоноиды и они относятся к полуавтономным потому как обладают своим генетическим аппаратом и способны синтезировать белки которые отличаются от клеточных белков вот как раз рибулеза дифосфат это тот белок который содержится только в пластитах и информация о его структуре и его биосинтезе заключена в ДНК которая находится в строме хлоропласта эти процессы очень сложные сейчас вот фотосинтез изучается именно и на генетическом уровне то есть расшифровывается именно ДНК хлоропластов смотрит как регулируется биосинтез и вот конечно ферменты наличие углекислого газа положительной температуры это вот те основные факторы которые необходимы для того чтобы в строме хлоропласта протекали вот эти реакции биосинтеза а на свету на мембранах то есть в гранах хлоропластах протекают вот все вот эти сложные процессы транспорт электронов и протонов фатолис воды то есть они идут постоянно идут циклически потому что есть и циклический и не циклический транспорт электронов и постоянно формируется АТФ постоянно формируется восстановленный НАТО которые необходимы для осуществления реакции темновой фазы а так конечно световая темновая фаза просто названы так для удобства чтобы вы понимали на самом деле эти все фазы они протекают одновременно и постоянно происходит и поглощение квантов света и постоянно происходит биосинтез углеводов то есть нет такого чтобы сначала одна фаза потом другая и так далее все функционирует в растениях одновременно хлоропласты это очень сложные органоиды и вот у них на гранах то есть на мембране внутри идут одни процессы а соответственно в строме идут другие как только сформировалась глюкоза она сразу должна оттекать от хлоропласта потому что хлоропласта является только временными хранилищами органических веществ обычно даже триозы уже выходят из строма хлоропласта для чего для того чтобы не тормозить процессы биосинтеза потому как только углеводы будут накапливаться в строме то будет происходить торможение поэтому углеводы очень быстро оттекают очень быстро выходят из хлоропласта по различным структурам в частности по гладкой эндоплазматической сети они идут и в гликсисомы и в перксисомы и также накапливаются в других органоидах в лекопластах например накапливаются очень многие органические вещества для того чтобы хлоропласт они функционировали постоянно есть ли еще у вас вопросы вопросов нет поэтому я надеюсь что вам было все понятно но если вопросы у вас возникнут вы можете написать в чат я могу позднее ответить на них если не будет вопросов все вам в основном понятно я очень рада надеюсь что если вы встретите такие вопросы в ЕГЭ или в каких-то олимпиадах которых вы еще можете участвовать в олимпиадах абитуриентов то вы с ними справитесь спасибо за внимание тогда желаю всем больших успехов ну и конечно поступать к нам в университет на кафедру биологии у нас интересные программы мы вас ждем научим очень востребованным профессиями современности спасибо до свидания до свидания всего самого хорошего все я отключаюсь до свидания